Плести массе эти серебряные волонтеры приходят в октаву каждый день. Пенсионеры трудятся без выходных. У женщин есть специальная схема, по которой они работают. Как сделать вещь невидимой противнику, подсказывают сами военнослужащие. Приезжая в отпуск, они заглядывают на улицу с символичным названием – улица Победы – и забирают снаряжение на передовую. У нас самый большой рекорд был. Одна сеть была за пять с половиной часов. Это был рекорд. Мы заливаем свечки окопные. Это в храме в Николоберезовском. Еще собираем гуманитарную помощь в Волгоградском Владимирскому госпиталю. Деньги мы собираем сами. И хотелось бы, чтобы население тоже подтянулось. Вносят свой вклад ветераны милиции. Бывшие правоохранители не в первый раз отправляют в зону проведения спецоперации и технику. В этот раз бойцы СВО получат от земляков автомобиль УАЗ. Транспорт ребятам жизненно необходим. С его помощью доставляют солдат, провизию и боеприпасы. К сожалению, машины быстро выходят из строя. И не всегда удается их восстановить. Решили выкупить УАЗ, привезти ее в соответствие, отремонтировать и отправить на зону СВО в специальную военную операцию. Для того, чтобы каким-то образом приблизить нашу победу. С удовольствием наши ветераны принимали участие. В Центре поддержки и рады помощи от всех нераднодушных жителей, предпринимателей и трудовых коллективов. Список необходимого формируют сами бойцы. На основе их заказов и собирают посылки. Запрос зависит от времени года и положения дела на передовой. Укрывочные материалы, это ОСП-плиты, пленки. Все, что необходимо ребятам, чтобы обустроить свой быт и те места, где проходят боевые действия. Это очень большая необходимость в запчастях для таких автомобилей, как УАЗ, НИВА, инструменты и предметы личной гигиены. Передать посылки можно в Центр поддержки на Ленина 7. Он открыт с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. В это же время будут ждать и волонтеры «Октавы» на улице Победы 5. Сбор проводится до 7 мая включительно. Продолжение следует...